Вы смотрите Центр новостей. Меня зовут Екатерина Петрова. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Начнем с самых важных тем выпуска. Около 60 вопросов за 4 часа на 15-й пресс-конференции Владимира Путина были затронуты самые острые проблемы. Удалось ли задать вопрос астраханским журналистам? В течение, думаю, двух недель она наладится, эта группа. Первые дни, сперва, ну, никто не понимал, водители тоже там между собой общались, а так отдельную группу создали для водителей, которые между собой общаются, а это только для пассажиров. Чат с пассажирами. Почему одни астраханцы поддерживают контакты с водителями маршруток, а другие возмущены вечерним тарифом? Как в сфере пассажирских перевозок Астрахани планируют наводить порядок? Похудел на 600 миллионов рублей. Бюджет города Астрахани на 2020 год принят. Какие изменения претерпел документ и куда решено направить больше средств? Новогодняя рапсодия. Астраханские театры презентуют праздничные программы. Что приготовили в театре оперы и балета, узнаем в прямом включении. Итак, большая пресс-конференция президента. Тема номер один. В 15 раз собрались журналисты из регионов страны, чтобы задать вопросы президенту. Реализация национальных проектов, меры социальной поддержки, демография, ситуация с лекарствами, благосостояние граждан. Заданы десятки вопросов. Участвовали в пресс-конференции астраханские журналисты. Астраханцев интересует регулирование пуска воды на Волжско-Камском каскаде. Паводок этого года в регионе был признан катастрофическим. Низкий уровень воды влечет гибель рыбы, засуху, обмеление русла реки и Волго-Каспийского судоходного канала. От этого зависит развитие транспортного коридора, север-юг. Задать вопрос астраханским журналистам не удалось. Тем не менее, на пресс-конференции шла речь о том, что касается каждого из нас. И в Москве сегодня работает моя коллега Юлия Пшенична. Она слушала все ответы и готова рассказать обо всем подробнее. Юля, добрый вечер. Какая тематика звучала чаще всего и о чем спрашивали президента? Добрый день, коллеги. Действительно, эта 15-я конференция была достаточно продолжительной. Она длилась 4 часа 18 минут. Президент ответил более чем на 70 вопросов. Наиболее часто звучал вопрос о 75-летии окончания Великой Отечественной войны и победы в этой войне. Различные тематики поднимали журналисты из региональных, федеральных и международного уровня. Интересовало также присутствие представителей стран СНГ на параде в честь Дня Победы. А также состояние ветеранов и продолжительные для них выплаты и льготы. Еще один очень важный вопрос о реализации национальных проектов на территории Российской Федерации. Этот вопрос задал журналист от регионального СМИ. Владимир Путин заявил, что большинство проектов успешно реализованы, а именно 26 национальных проектов. Наилучшие показатели касаются программы переселения из ветхого аварийного жилья. Это наилучший успешный проект. Но при этом 12 национальных проектов пока на стадии реализации. И здесь показатели не самые благоприятные. При этом Владимир Путин отметил, что не видит необходимости какие-то дополнительные меры наказания вводить. В том числе и для руководителей регионов, которые отстают в плане реализации национальных проектов. Потому что все уже и так, собственно говоря, прописано в законе. Спросили президента необходимости улучшить благосостояние граждан Российской Федерации. Потому что есть мнение, в том числе и в регионах, что оно не самым лучшим образом сказывается. На что Владимир Путин ответил, что действительно это проблема масштабная. Но если на сегодняшний день показатели дохода граждан Российской Федерации значительно лучше, чем были в 2014 году, тогда были самые низкие показатели дохода. Отметил он и актроинфляции, что на данный момент последние цифры достаточно неплохие. 13,25 процента. При этом прогноз на начало года примерно 3 процента. И это, собственно говоря, не может не радовать. Касались вопросы сегодня и экологии, и пенсионной реформы. Интересовал журналистов вопрос по поводу того, будет ли еще изменение в пенсионном законодательстве. На что Владимир Путин ответил, что не планируется никаких изменений. Достаточно много уже сделано и так. И главное, что изменится, это накопление россиян. Продусмотрена сейчас программа по сохранению, инвестированию накопительной части пенсии. Потому что до 2024 года, как мы все знаем, заморожена часть накопительной пенсии. Что касается экологии, вопрос был задан от корреспондентов из Красноярска. И здесь наши коллеги жаловались на наличие запаха гари от лесных пожаров и производственных запахов. И Владимир Путин прокомментировал эту ситуацию. Здесь грядет некоторое изменение в законодательстве. И я предлагаю послушать вот, что он сказал. К сожалению, как правило, все эти пожары носят рукотворный характер. Это результат деятельности черных лесорубов, либо даже и не черных, но людей, которые считают, что нужно избавляться от каких-то охотов своего производства. Ну и в быту люди часто занимаются тем, что жгут траву, листву и так далее. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми на этот счет, всем, чтобы не допускать ничего подобного. Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны. Но мы сейчас это будем делать. Мы будем на федеральный уровень переводить ряд полномочий. Это касается, прежде всего, авиационной лесоохраны. Это касается контроля. И это касается лесоустроительных работ. Вот эти функции будут возвращены на федеральный уровень. В преддверии Нового года многие регионы рассмотрели инициативу и сделали в своих субъектах 31 декабря выходных днем. Об этом сегодня тоже спросили Владимира Путина. Он сказал, что в данном вопросе не стоит торопиться. Все нужно взвесить и спокойно оценить, рассмотреть, действительно, необходима ли эта норма. Но если уже других регионов приняли, то пусть там люди отдыхают. Еще один вопрос сказал, что пришел из Башкирии. Наши коллег из Уфы спросили, есть ли необходимость введения дополнительного запрета на продажу алкогольной продукции, в частности, в январские праздники. В первых числах января. Владимир Путин сказал, что в принципе в Российской Федерации уже действует антитабачный, антиалкогольный закон. Дополнительных мер вводить необходимости он не видит. Но если некоторые субъекты считают, что для их населения это нужно, ну, значит, так тому и быть. Но это лишь некоторые подробности того, о чем сказал сегодня на пресс-конференции Владимир Путин. Коллеги. Спасибо, Юлия. На прямой связи из Москвы была моя коллега Юлия Пшенична. Она рассказала об актуальной тематике на пресс-конференции президента. В Астрахани приступили к разработке автоматизированной системы для мониторинга и контроля атмосферного воздуха. Такое поручение дал губернатор Игорь Бабушкин. В Астрахани продолжается серия совещаний по массовым жалобам жителей на запах воздуха. Напомню, пик звонков в экстренные службы с жалобами пришелся в ночь с 10 на 11 декабря. В целом, в период с 10 по 12 декабря в региональном управлении МЧС приняли и обработали более 400 звонков. Количество сотрудников в центре обработки на это время увеличилось с 9 до 15 человек. Но более 5000 звонков остались необработанными. В рио начальника главного управления МЧС России по Астраханской области Алексей Мурзин отметил, что проблема эту проработает. 13 декабря на экстренном заседании стало известно о превышении содержания сероводорода в воздухе. Специалисты различных ведомств несколько раз выезжали с проверкой на предприятие «Газпром Добыч Астрахань». Были взяты пробы воздуха и почвы. Результат анализов ожидает до конца этой недели. И прокуратура области намерена возбудить уголовное дело. В проверке были изучены архивные данные промышленного компьютера, которые показали, что в течение 10 декабря 2019 года фиксировалось содержание сероводорода в атмосферном воздухе значением, которое превышает норму от 1,5 до 100 раз. В этот же день нами была обследована территория экспериментальной схважины, номер 4450 «Газпром Добыч Астрахань». По данным приборов учёта, в период времени снаряя часов 10 декабря, до ныряя часов 1 декабря, на схважине, зафиксированы источники давления и температуры. Все материалы проверки переданы в Следственное управление Следственного комитета России по Сарханской области для решения вопроса на возбуждение уголовного дела. Гигиеническими нормативами в пределах санитарно-защитной зоны, ещё раз обращаю внимание, в санитарно-защитной зоне для сероводорода установлена концентрация 10 мг на кубический метр, а в атмосферном воздухе городских и сельских поселений – 8 тысячных мг на кубический метр. Ещё раз обращаю внимание, что ПКЗ-9 находится в санитарно-защитной зоне и применять для неё нормативы для городских и сельских поселений, которые были сделаны прокуратурой, некорректно. Сейчас проверка и установление причин запаха в воздухе продолжается. На территории предприятия «Газпромдобыч Астрахань» находятся датчики. Они сигнализируют о превышении уровня сероводорода. Губернатор области поручил рассмотреть вопросы о предоставлении сведений с датчиков региональную службу МЧС. Руководителем организации нефтегазовой отрасли я прошу усилить контроль за технологическим процессом и организацией мониторинга на всех подведомственных вам объектах. И осуществлять, как это положено и предписано в ваших полномочиях своевременное информирование о чрезвычайных ситуациях, которые складываются на вашем опасном производстве. контрольную дату 21 декабря на предмет предложения о возможном подключении и отдельной системе мониторинга и контроля, которую можно будет использовать с выводом на централизованном на ЧАС. Что ни день, то новости в сфере пассажирских перевозок. Одни маршруты вводят для удобства пассажиров новые сервисные услуги, общаются с ними в чате. Другие перевозчики в канун Нового года решили повысить стоимость проезда вдвое. Но пока только в позднее время. Представление о вечернем времени у водителей и пассажиров оказалось разное. В интернете уже десятки недовольных сообщений. В 7 вечера подростки и студенты возвращаются с занятий спортивных секций. Почему одни водители ездят допоздна и списываются с пассажирами в мессенджере, а другие, чтобы не потерять прибыль, готовы ввести вечерний тариф? И как сферу пассажирских перевозок будут приводить в порядок, расскажет Жанна Алейва. Это уже пассажир с эллингом. В 19.13 на эллинге есть машины, планируем выходить. Через 5 минут трогается. Дружно. 90 участников и сотни сообщений в чате. Водители 14 маршрута создали группу мессенджере. Переписываются с пассажирами. В течение, думаю, двух недель она наладится, эта группа. Первые дни сперва никто не понимал, водители тоже там между собой общались. А так отдельную группу создали для водителей, которые между собой общаются, а это только для пассажиров. Микроавтобусы по 14 маршруту ходят от Старого моста до улицы Агрономической в свободном поселке. На линии 24 машины, но в вечернее время уехать в поселок все же проблематично. Кто добирается с пересадками, кто на такси. Теперь пассажиры хотя бы информированы. Здесь такое место, отдаленно от города. Поэтому людям это очень даже очень хорошо. Я думаю, что это большой подспорь для того, чтобы быстро уехать. Чтобы стать участником общей беседы, надо обратиться к администратору. Телефон указан в объявлении в салоне микроавтобусов. Противники идеи считают, чат небезопасно. Водители отвлекаются на сообщения. Администратор группы уверяет за логистику микроавтобусов, отвечают диспетчеры. Пассажиры на 14 маршруте такому сервису только рады. А вот пассажиры маршрута 7С, 30С и 37С негодуют в социальных сетях. Причина недовольства – вечерний тариф. На маршруте 7С он начинает действовать с 7 вечера. Стоимость проезда вырастает практически вдвое – с 22 до 40 рублей. На 30С – с 20 рублей до 30, но с 8 вечера. Максимум, который зафиксировали пассажиры – 50 рублей на маршруте 37С. От улицы Каляково до поселка Кирикили. Именно перевозчики на маршруте 37С первыми ввели вечерний тариф. Но оказалось, многие водители ездят по единому тарифу – 22 рубля. Вечерний день нет, 50 рублей никогда не было. Нет, мы не возили. Вот честно, я лично нет. За других не могу сказать. За себя могу сказать, что я не ездил. У нас 22 рубля. И мы после 8 так работаем. Все время. Некоторые ваши коллеги ввели вечерний тариф. Как вы к этому относитесь? Ну, я не знаю. Я против этого, честно говоря. Было бы хорошо, если бы у всех был бы, вот как в других городах, например, там у всех 25, 28, у всех один тариф. Это для людей тоже, чтобы путаницы не было. И для нас тоже нормально. Часть пассажиров согласны платить больше, но не согласны со временем. Предлагают вводить вечерний тариф после 9 вечера, не раньше. По закону, перевозчики на нерегулируемых маршрутах имеют право изменять тариф. Хотелось бы отметить, что в весенне-летнее время перевозчик, возможно, рассмотрит изменения соответственной времени и стоимости проезда. Пассажиры боятся, что тарифы еще будут расти. В городском управлении транспорт и пассажирских перевозок не ожидают резкого скачка стоимости проезда. Здесь уверенно сыграют принцип конкуренции. Частные перевозчики, в свою очередь, настаивают. Им финансовая поддержка просто необходима. Вечером машины ходят полупустыми. Дизель заправляю, он 47 рублей литр. Вот мне, если, допустим, я скажу честно, повезу 3-4 человека за 22 рубля, то, конечно, это мне будет в ущерб. Потому что я даже солярку, которую я потратил отсюда на Киркелли, я не оправдаю. Как только маршрутные такси начали диктовать свои правила, все вспомнили про зеленые автобусы «Астрахань-пассажир-транца». Автопарк устарел, предприятие банкрот. На смену пришли 50 синих лязов из Москвы. 7 месяцев автобусы возят пассажиров на маршрутах 25Н, 30Н, 19Н и 31Н. Все 50 единиц на 5 лет в аренде у самарского предприятия «Автомик». Автобусы вообще хорошие, прекрасные, пассажиры довольны. Большинство говорят, лучше пусть автобусы уходят, чем газели. Билеты даются, то есть они уверены, что здесь страховка, мало ли что вот так включится. Астраханцы не против ездить на маршрутных такси, а не против экстремального вождения и хамства некоторых водителей. Еще в сентябре глава региона Игорь Бабушкин поручил правительству создать специальную комиссию. Комиссия занимается наведением порядка в сфере пассажирских перевозок. В нее вошли представители прокуратуры, полиции и Ространснадзора. У нас есть вопросы к целесообразности и возможности создания муниципального предприятия, которое будет полноценно обслуживать наши пассажирские перевозки. Но по этому направлению мы двигаемся и поставили перед собой цель в сфере предоставления пассажирских услуг на территории Астрахани, Астраханской области. В общем, так возьмем агломерацию. Навести в этом порядок. Сроки наведения порядка в пассажирских перевозках пока не уточняются. В планах передать 50 синих автобусов муниципальному транспортному предприятию, как только оно появится. Уже после этого будет решаться вопрос о трансфере дополнительного общественного транспорта, которого так не хватает сейчас, например, жителям Трусовского района. Жанна Алиева, Руслан Срывченко, Центр новостей. На 450 миллионов рублей в этом году увеличился долг жителей Астраханской области перед налоговой. Такова статистика на сегодняшний день. С 3 декабря эти суммы продолжают расти, так как включили систему начисления пения. Расчет ведут исходя из суммы долга. Каждый день прибавляется 1,03 ставки рефинансирования, установленные Центробанком. В региональной налоговой службе напоминают, что оплатить долг можно и без визита в органы. Мобильные офисы работают в крупных торговых центрах города в будни с 4 до 8 вечера, в выходные с полудня до 18 часов. Нужно потратить не более трех минут. Кроме того, специалисты налоговой выезжают в отдаленные села региона. Так завтра инспекторы будут работать в Наримановском и Володарском районах. Узнать о долгах перед государством смогут жители сел Линейное, Астраханское, Тулуганово и Козлово. Также поселка Прикаспийский. В случае неуплаты вопрос может быть решен в судебном порядке. У налоговиков есть право в течение 6 месяцев обратиться в суд. Имущество должников может быть арестовано и наложен запрет на выезд за границу. В ближайшее время налогоплательщикам и должникам будут направлены требования с предложением в установленные сроки погасить имеющуюся задолженность в добровольном порядке. Если требование не будет исполнено, то начнутся процедуры принудительного взыскания недоимки в судебном порядке. В этом случае финансовые потери для должника станут еще больше. В частности, к задолженности по налогу и пене добавится госпошлина за рассмотрение дела в суде и исполнительский сбор. В городской думе прошло итоговое заседание. Депутаты в окончательном чтении приняли бюджет города на 2020 год. В первоначальный вариант документа были внесены поправки. В большинстве случаев они касались увеличения расходов на социальную сферу, образование, здравоохранение и спорт. В Новый год Астрахань войдет с бюджетом более 9 миллиардов рублей. Куда будут направлены деньги, в первую очередь, расскажет Жанна Алейва. Между первым и вторым чтением бюджета две недели. И вот какие изменения в цифрах. Доходы Астрахани в 2020 году сократились на 600 миллионов рублей. Город планирует заработать 9 миллиардов 227 миллионов. Половина средств поступит из бюджета в других уровнях. Расходы прогнозируют на уровне 9,5 миллиардов рублей. В Новый бюджетный год Астрахань войдет с дефицитом в 297 миллионов. В результате, в основном, сдают непосредственно сумму уменьшения доходной части безвозмездных поступлений 610 миллионов и 70 миллионов рублей. Поэтому я прошу вас согласовать цифры, принять решение. После принятия областного бюджета у города были отозваны средства на проекты по федеральной программе «Поздравлению Волги». Финансы будут выделены лишь в 2022 году. Речь идет о 713 миллионах рублей. Зато город получил дополнительные средства на переселение граждан из ветхого аварийного жилья. Решается вопрос о строительстве многоэтажного дома по тому же типу, что и дом на улице Нововосточная. Социальное жилье было сдано в 2017 году. По нацпроекту образованием будет продолжено строительство школы на тысячу мест на Зеленгинской. В детских садах на Оксаковой и Барсовой запланирован ремонт. Дошкольные учреждения перешли на баланс муниципалитета. За счет ввода отремонтированных объектов сократится очередность детей в детские сады. После заседания профильного комитета доходная часть бюджета выросла на 30 миллионов рублей. Основная часть средств пойдет на запросы астраханцев. У нас в Астрахани есть огромное количество дворов, где просто нет никаких площадок, никаких каруселек, ничего. Вот депутаты решили направить деньги 17,5 миллионов рублей на благоустройство детских площадок. В рамках Года памяти слава, объявленном президентом страны в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, 11 миллионов рублей будут направлены на реконструкцию памятников. Увеличено финансирование и программы по физической культуре и спорту. По явлению средств на календарный план спортивных соревнований было добавлено в прошлом году 400, сегодня прогресс уже миллион. Это практически 30%. Благодарю коллег, что поддержали спортивную Россию. Теперь родителям будет легче уже отправлять своих юных спортсменов на соревнования. Бюджет Астрахани 2020 года принят, но и на этом работа над финансовым документом не завершится. В течение года в него еще будут вносить поправки. Ожидаются дотации из федерального центра на выполнение национальных проектов. Жанна Алиева, Руслан Асанов, Центр новостей. Способы, которыми можно увеличить зарплату врачей, перечислил президент. Вопросы о денежном удовольствии Владимиру Путину задавали сегодня во время пресс-конференции. Зарплату врачей можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране, оставив надбавки. Кроме того, по словам президента, нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Теперь нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30 до 50%. Нужно сделать ее единый подход по всей стране. Так же, как нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам. До 2024 года в Астраханской области планируют решить вопрос с дефицитом медицинских кадров. Об этом накануне рассказал губернатор Игорь Бабушкин. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В этом году набрали 70 человек в медвуз по целевому направлению. С 1 декабря объявили еще один набор. По целевому направлению придут учиться еще около 40 человек. Всю эту неделю мы рассказываем о лучших врачах региона. В региональном министерстве здравоохранения подвели итоги ежегодного областного конкурса врачей. Определены победители в различных номинациях. Сегодня речь пойдет о тех, кто победил в номинациях врач-онколог и лор-врач. О том, что должен сегодня уметь врач, кроме как лечить пациентов. И когда на душе врача становится спокойнее, рассказывает Артем Лепехин. Надо больше свободных мест. Чем меньше человек в стационаре, тем на душе спокойнее, рассуждает заведующий хирургическим отделением областного онкологического диспансера Игорь Качанов. Ну что, терапевт посмотрел, анестезиолог посмотрел. Помогает современная техника, которой в отделении за последнее время поступило немало. Момографы, рентген, аппараты, дозиметры. Врач сегодня еще и техник. Нас раньше учили уровень диагностики глаз, палец, ухо. То есть это, в принципе, то, чего хватало для клинициста. Сейчас нет, конечно. Врач современный должен очень много читать. Это в первую очередь. Если он на своем месте, он должен быть профессионалом. Наверное, и так. С остальной слухом у вас есть вопросы? Именно это? Или вне? А левый сохраняется? Да, так же, все стабильно. Врачи, которые занимаются лечением болезни уха, горла и носа, изначально много профильны. А, скажем. А. Отлично. Отлично. Ответственности еще больше, рассуждает лор-специалист Валерий Абедесян, если лечишь детей. На лице все, слава богу, проходит у него. Скоро его выпишем. До конца года точно. За год через руки Валерия Абедесяна проходит до 5000 детей. Каждый второй пациент больницы – его пациент. Специалист ежегодно оперирует около 1000 детей. Нужно относиться к каждому одинаково, независимому. Социального, религиозного, одинаково ко всем. Мы здесь относимся ко всем одинаково. Нужно сказать, как к своему. Самый главный – изначальный подход человеческого отношения к ребенку. И Игорь Качанов, и Валерий Абедесян стали победителями областного конкурса врачей в своих номинациях. К участию допускали врачей различных специальностей, имеющих стаж работы не менее 10 лет. Прежде всего, эта работа, ну, не сколько меня, сколько выделил то отделение, которое я руковожу. Потому что один я ничего бы не сделал. Победители областного конкурса станут участниками всероссийского конкурса врачей. Люди в белых халатах продолжают оставаться во главе иерархии самых важных, трудных и незаменимых профессий. Артем Лепехин, Игорь Нифиденко, Центр новостей. Новогодние программы начинают презентовать театры города. Сегодня в опере премьера. Первый показ праздничной программы «Новогодняя рапсодия». С нами на связь выходит наш корреспондент Элеонора Лем. Эля, добрый вечер. Кто на сцене сегодня? Катя, вечер добрый. Когда мы слышим слово «рапсодия», безусловно, наверное, сразу приходит ассоциация с великолепной Фредди Меркьюли и его «Богемской рапсодией». Но музыка знаменитого Фредди сегодня со сцены театра опера-балета звучать не будет. Артисты приготовили свой новогодний сюрприз. Новогоднюю рапсодию назвали ее «Сочинение 2.0.2.0». Я хочу обратить внимание, что позади меня очень прекрасная декорация новогодняя. Она создает настроение. Это такой практически пряничный домик, на фоне которого можно и фотографироваться, и, как видите, включаться. Надеюсь, что такая же фееричная и программа, которую сегодня подготовили артисты театра опера-балета. Я так полагаю, что если исходить из самого слова «рапсодия», то это некое попури, это некое произведение, которое состоит из множества разных частей. Поэтому, скорее всего, артисты приготовили такую сборную из различных номеров. Сюда включили и балет, и мюзиклы, скорее всего. И, думаю, что поподробнее нам об этом сможет рассказать Валерий Владимирович Воронин. Валерий Владимирович, на две минуточки будьте любезны. Вечер добрый. Вы видели уже концерт? Ну, я только что вышел, только что начался, минут 20 я посмотрел. Вот вышел к вам, и сейчас вернусь обратно. Ну, я этот концерт, естественно, поскольку принимаю участие в составлении программы и во всем остальном, естественно, я все в курсе того, что происходит на сцене. Так вот, каким образом сегодня будет построена программа? Я так понимаю, это такая сборная солянка? Ну, не то, что солянка, слово мне не очень нравится. Ну, «рапсодия» само по себе подразумевает под собой то, что это какое-то такое свободное импровизационное многочастное произведение. Да, мы составили его из абсолютно разных номеров, и изюминкой будет то, что процентов 70 этих номеров будут абсолютно новые, которые не звучали еще ни разу. Конечно, из года в год все сложнее и сложнее, потому что каждый год мы делаем много концертов, и приходится делать много номеров. Они часто повторяются, но к этому новому году мы подготовились хорошо и сделали, повторюсь, около 70% новых номеров. Там будут рядом стоять и известные такие, как «Страус», «Йоган», и «Безе», «Искатели жемчуга дуэт», «Безе», который ни разу не звучал. Вместе с этим будет, конечно же, и, например, «Гершвин Порги» и «Без». Это будет известная там танго ревности, которая, в общем-то, Джейкоб Гейб, известный композитор. Его не все знают, но эту музыку знают все. В общем, это будет составлен концерт из такой многочастной, из многих-многих известнейших композиций, которые также известны по фильмам и так далее. «Странник в ночи», какие-то из мюзиклов. Очень красивая программа, да? Да, из мюзиклов, очень красивая сценография у нас, очень красивое, как обычно, оформление всего. Поэтому абсолютно новогоднее настроение обеспечено. Валерий Владимирович, благодарю вас, огромное спасибо. Ну, а я напомню телезрителям, что попасть на этот концерт можно в течение всей предновогодней недели. Сегодня начинаются концерты, и продолжатся они до 31 числа. Коллеги? На прямой связи со студией, с театра оперы и балета была моя коллега Элеонора Лема. Эля, спасибо. Ну что, это был Центр новостей. Остается добавить, что вся актуальная информация на нашем сайте. Там же можно посмотреть все наши репортажи и программы. Делитесь интересными темами и находками. Звоните, пишите по номеру на экране. Я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова